Какие выглогости он не пришел, куда бы он на турнир не пришел, ему вот как бы по-другому комбы не вводятся, поэтому... Он просто говорил, рассказывал, что он привык дома играть именно на полу, именно на астике. Что с нашей камерой опять? А, я двигаю тут, двигается это, ну зашибись. Ну провода, да, и вон вот... Да, фиг с ними уже, можно отключить, вообще камеры было бы... Так, смотрим, Митсуроги. Митсуроги потрогался, Руфус очень много играл. Новая школа. Да, Руфус очень много играл против Патруко, против Митсуроги, Ильал, вставлял нам такое удовольствие, играть против него и его Митсуроги. Со всей видимости, Руфус начинает какой-то яростно что-то делать, видимо, нервы уже, усталость и его просто захватали. Ты же понимаешь, что все сейчас Илья жут на мои плечи, похоже, скоро? Да, ну как всегда я... Кого ты против Митсу возьмешь? Ну, у меня тут нельзя выбирать пичаров, то есть... В смысле нельзя? Заявлены заранее они? А, вот как, я не знал этого правила. Ну, в командных всегда так. Друзья, в команднике, оказывается, персонажи заранее определены, и выбор невозможен. То есть, когда регистрируются на командный турнир, сразу говорят, кем играют. Да, то есть, скорее всего, мне придется играть против... И напоминаю, игры идут до одного поражения. Или в финале побольше решили? Ну, я не знаю, на счет именно финала, но, скорее всего, до одного. Потому что нету нижней сетки, то есть даже не стоит откуда-то выходить. То есть, если мы проигрываем, то мы проигрываем. Если они проигрывают, то они проигрывают, в общем. В общем, у Рупус последний шанс угадать что-то. Посмотрим. Я бы решил бы... О, зачем-то потратил метру. Ну, действительно, мы уже рассказывали, потому что он простые, обычно, обыкновенная камбушка. Там, ну, минус какие-нибудь 10% и не надо тратить метр. Ну, там у него 2-3-6-б есть, б-ешная, она очень много снимает. И, видимо, Рупус не хотел рисковать и решил забрать, потому что метр, когда он потрогал зомболюбом, он и берет. А выиграть раунд, он, видимо, не хочет совершенно проигрывать. Так как он сегодня показал достаточно слабоватую игру, но, видимо, нервы. Что еще можно сказать? Вот, так что посмотрим, может быть, соберется и покажет тебя с лучшей стороны. Вот камбэк, посмотрим, сможет ли он, как ру-сет, выиграть. Прям онлайновая битва, на самом деле. Гридро очень часто играет на стримах и Редвектора, и моего... Ох, ох, это, по-моему, школа все-таки. А в четвертой части, я так понимаю, когда обоюдные идут гишки вот эти вот. Да, там очень много делали. Во второй части, на самом деле, там такого... Какой во второй части? Во второй части, там гинь не работала, потому что там был глич, то есть там можно было нажать блок и вниз-вниз, и гинь не работала. И забрал, забрал, все-таки каким-то образом превозмог, проигрывая 2-0, выиграть 3-2.